приветствую дорогие друзья у нас новый урок и в этом уроке мы продолжаем раскрытие темы селекторов css поехали помните мы в html изучали тег для ссылок тег а так вот данный тег помимо атрибюта href поддерживает и атрибют target который означает открывать ссылку в этом окне или в новом окне мы это проходили таким вот образом бланк значит открывать ссылку в новом окне отсюда вытекает новый селектор мы можем делать выборку ссылок при помощи этих атрибютов например это link 1 и создадим такую же ссылочку link 2 но без тарджета то есть простая ссылка без определенного тарджета и попробуем прицепить некий стиль чтобы он применялся только к тем ссылкам которые имеют некий атрибют тарджет не важно какой делать это следующим образом ссылка и в квадратных скобочках мы пишем тарджет вот таким вот образом и зададим цвет color green например сохраним откроем файл в нашем браузере вот они наши ссылки и как вы видите первая ссылка у нас уже зеленого цвета хорошо предположим еще такой момент нам нужно привязываться не просто по наличию атрибюта но еще и по значению атрибюта ну предположим вторая ссылка нас тоже имеет атрибют тарджет но уже не бланк а селф открывается в том же окне и в данном случае сейчас если я обновлю на нашей странице у нас обе ссылки зеленые становятся но мне нужно чтобы только первая была зеленая то есть только то у которой тарджет бланк делается очень просто скопируем до другой код пишем знак равно и пишем в кавычках само значение нашего атрибюта бланк таким вот образом но цвет уже поменяем чтобы мы увидели разницу давайте поставим синий и теперь первая ссылка которая имеет атрибют тарджет бланк будет синий а все остальные должны остаться зелеными смотрим как мы видим первая ссылка стала синий а все остальные остались зелеными поэтому запомните два новых селектора это селектор по атрибюту селектор по атрибюту очень логическая функция предположим у нас есть еще и атрибюту тайтал у первой ссылки у нас вот тайтал допустим first link текст на вторая ссылка тоже будет иметь тайтал но уже second link текст мы можем совершать логический селектор и цепляться к ссылке которая имеет тайтал и в этом тайтле содержится определенное слово ну например слова first то есть я могу просканировать свою страницу найти такую ссылку которая имеет тайтал и среди его тайтла есть слово first как это сделать очень просто делаю следующий код ссылка квадратных скобочках пишем наш атрибют в данном случае уже не тарджет а тайтал следующее ставим вот такой значок и равно и пишем наше слово в кавычках мы сканируем по слову first таким вот образом дальше пишем css код color red теперь моя ссылка которая содержит слово first должна стать красного цвета смотрим как мы видим первая ссылка имеет слово first стала красным цветом дальше давайте протестируем слово link в тайтле есть в обеих ссылках давайте мы заменим first на link и сейчас у меня обе ссылки должны стать красного цвета вот так работает атрибют который ищет определенное слово в нашем тайтле это не обязательно тайтл это могут быть класса да это может быть любой атрибют который мы применяем к html тегу как вы помните все вот эти параметры это атрибют атрибют тайтал атрибют таджет атрибют хрев сейчас мы рассмотрим еще несколько интересных манипуляций с атрибютами давайте добавим еще несколько ссылок например первая ссылка будут иметь http 2.google.com качество параметра хреб google напишем далее вторая ссылка будет иметь в качестве параметра genius curses .com только https в данном случае может сайт имеет ssl сертификат и некий файл да это ссылка на некий pdf файл файл .pdf genius файл назовем его и еще одну ссылку а хрев которая будет содержать ссылку например на вконтакте до .com просто на главную страницу вконтакте далее мы можем совершать логические операции такие как ну будем рассматривать параметр хрев да ссылка начинается на http либо на https то есть мы можем сделать некую проверку и те ссылки которые у нас имеют https сделать их например пурпурным цветом да в то время как все остальные останутся черными поэтому давайте посмотрим сейчас что у нас у нас у нас они все синие да некоторые мы посещали не посещали но они грубо говоря синие переходим css и для ссылок у которых атрибют хрев значок даже не знаю как он называется к сожалению но вот таким вот образом пишется эта конструкция и пишем https в данном случае код который я задам сюда будет применяться ко всем ссылкам которые начинаются с https не содержится где-то https потому что может быть и сайт какой-то https .com а именно начинается на https за это отвечает вот эта вот конструкция к сожалению я забыл не знаю как называется этот значок но на клавиатуре вы его найдете так мы говорили зададим пурпурный цвет вот таким вот образом сохраняем и смотрим результат genius файл у меня сейчас должен стать пурпурным цветом видите цвет поменялся но вот плохо что не сливается цвета давайте сделаем по-другому для всех ссылок на странице зададим черный цвет вот таким вот кодом то есть я выбираю просто тег ссылок на странице но это дело я перемещу наверх чтобы эти стили мои тоже срабатывали из урока вот отлично сейчас ссылки черные а genius файл у меня пурпурный вот таким образом работает поиск слага с которого начинается наш атрибют далее у нас задача предположим найти некий файл в нашем документе предположим файл .pdf то есть то же самое но словосочетание на которое наш атрибют заканчивается в данном случае это начинается здесь у нас на файл pdf заканчивается но обычно это ищет когда мы ищем ссылки на внутренние файлы до файлы pdf либо файлы их за любые архивы и так далее пишется это следующим образом а хрев знак доллара равно и кавычках пишем наше расширение pdf и давайте сделаем зеленым да ссылка которая содержит этот pdf смотрим какая ссылка у нас содержит pdf pdf содержит genius файл обновляем страницу и наш genius файл становится зеленым цветом если это у нас ссылка не на pdf а на zip да она у нас не зеленого обычного пурпурного цвета потому что она применяет уже стиль который был ранее она начинается с https если я здесь pdf заменю на zip то есть ссылка на архив она опять станет зеленым цветом вот еще одна манипуляция которая очень пригодится вам в работе и третья манипуляция предположим вы на сайте хотите выделить определенным цветом все ссылки которые ведут на определенный сайт ну например на сайт вконтакте до делать следующим образом мы давайте я спущу вот так чтобы она повыше было мы выбираем ссылки квадратных скобках пишем наш атрибют хрев звездочка равно и в кавычках мы ищем слово которое содержится в нашей ссылке в данном случае это fk то есть в контакте и я все ссылки в контакте хочу сделать красного цвета вот таким вот образом смотрим результат сейчас fk у нас должна стать красным цветом вот еще одна прекрасная манипуляция которую вы можете использовать при верстке на css в принципе по атрибюта это все то есть это селекторы которые работают с атрибютами они очень мощные и при помощи этих селекторов вы можете выбирать но любой элемент на вашей странице двигаемся дальше селекторы которые очень часто используют и уверяю вас вы их видели на любом сайте это селектор при наведении когда вы наводите на ссылку либо на элемент меняется определенный стиль например наведение на ссылку это селектор хавер вот таким вот образом мы пишем двоеточие и ключевое слово хавер вместо тега а может быть абсолютно любой html тег и будет срабатывать действие наведение на него и при наведении давайте сделаем цвет ссылки желтого цвета yellow вот таким вот образом давайте проверим у нас здесь есть ссылки и я навожу на эти ссылки и цвет их при наведении становится желтого цвета хорошо двигаемся дальше есть такие ссылки вы обращали внимание даже в этом уроке по умолчанию они были синими но если это ссылки такие как google или вконтакте то есть это те сайты которые я открывал у себя в браузере у них немного другой такой полупурпурный цвет то есть это ссылки которые посещены уже на которых я был все сс чтобы определять эти ссылки есть selector visited поэтому пишем ссылка двоеточие visited и пишем нужный цвет но например для тех ссылок на которых мы уже бывали сделаем их оранжевого цвета orange и сейчас ссылки типа google типа вконтакте то есть которые сайты я открывал должны стать оранжевого цвета вот google и вконтакте у меня стали оранжевого цвета далее есть такой селектор как актив то есть момент действия для ссылок что означает для ссылок актив это нажатие на ссылку то есть в момент нажатия будет применяться определенный стиль ну давайте попробуем и поэкспериментируем ссылка актив и пишем наш код при нажатии давайте будем делать цвет нашей ссылки color какого цвета уже и цвета закончились ну давайте с зеленым да не давайте с серым grey вот таким вот образом обновим страницу и попробуем нажать на link 2 при наведении он желтый но когда я нажимаю видите он серый также на link 1 при нажатии он становится серым вот таким образом работает селектор актив ссс у нас есть такая интересная штука которая называется псевдоэлементы или псевдо селекторы за что она отвечает предположим у нас есть некий элемент например заголовок 3 и мы хотим вставить перед заголовком и после заголовка какой-то контент ну например какой-то разделитель или что-либо другое простой текст например но мы не хотим редактировать html по разным причинам не можем или просто не хотим при помощи ссс мы можем вставить любые символы текст контент перед элементом и после делается это при помощи псевдо элементов ну например у нас это элемент h2 заголовок давайте зададим ему некий класс чтобы если в коде есть в другом месте h2 чтобы это не применялось класс и напишем его псевдо таким вот образом в нашем css для класса псевдо мы должны создать псевдо элемент пишем два раза две точки и слово before вот при помощи этого селектора для для класса мы можем еще и дописать вот так чтобы именно для заголовков h2 с классом pseudo мы добавляем псевдо элемент before далее что мы должны прописать мы должны следовательно наш контент прописать делать таким вот образом контент и в кавычках мы пишем то что мы хотим добавить ну я хочу добавить допустим три минуса вот таким вот образом сохраняю и здесь и здесь и перехожу себе на страницу обновляю страницу смотрю исходный код и у меня контент добавляется но его нету на странице возвращаясь обратно дисплей блок еще раз обновляю свой сайт и что мы видим мы видим что уже наш контент вот они три минуса отображаются перед нашим заголовком и более того уже наш h2 необычный элемент а он стал родителем и в нем создался псевдо элемент before видите и вот на этот before я могу дописывать любые стили ну например color red вот таким вот образом да либо в css прямо здесь не через девелопер а в css color ну пускай будет black закроем консоль и обновим вот он черного цвета если стоит задача добавить после элемента значит мы используем псевдо элемент after скопирую вот эту часть кода и before поменяю на after контент я хочу поменять на три плюса все остальное оставляю по умолчанию обновляем что мы видим мы видим добавляются три плюса и заметьте все это все эти манипуляции я делаю через css файл мне через htmlz отвечает псевдо элементы и более того мы псевдо элементы можем добавлять любому тегу это не обязательно тег h1 это может быть div спан body любой html тег и последнее что мы в этом уроке рассмотрим это последовательность либо выборка по порядку номеру предположим у нас есть некий контейнер это контейнер div с классом контейнер и в этом контейнере у нас есть пять спанов без классов без ничего спан один спан два спан три спан четыре и спан пять посмотрим у нас на странице как они отображаются вот они один два три четыре пять теперь у нас стоит задача цепляться к этим спанам когда нет ни классов ничего то есть по порядку номеру какой-то стиль задать на первый на последний на третий на второй на четвертый и так далее как это реализуется это реализуется при помощи селекторов nth child nth child переходим в наш css нам нужен класс div контейнер пишем nth контейнер и для первого элемента мы используем селектор first child вот таким вот образом first child внутри мы зададим color red смотрим на странице теперь у меня первый спан должен быть красного цвета нужно дописать наш элемент span потому что сейчас я прицепил стиль к родителю вот таким вот образом мой первый элемент красного цвета дальше когда нам нужно прицепляться к последнему элементу значит нам нужен уже не first child а last child last child и цвет у нас уже будет green смотрим пятерка сейчас станет зеленого цвета видите превратилась зеленый цвет это второй селектор last child далее селекторы которые могут определять порядковый номер то есть для второго элемента пишем вот эту конструкцию но селектор будет называться nth child и в скобках мы должны задать порядковый номер элемента ну например 2 для второго элемента и color зададем purple смотрим что мы видим он стал пурпурного цвета но плохо видно я лично не вижу хорошо давайте yellow вот желтого цвета чтобы она прямо бросалась в глаза видите второй цвет у нас уже желтого цвета и так далее если нужен третий элемент значит мы можем сделать 3 вот третий элемент у нас желтого цвета а теперь еще самое интересное если у нас задача у нас некая сетка у нас задача каждый второй элемент сделать желтого цвета то есть не просто только второй а у нас их 5 значит каждый второй будет два раза встречаться второй и четвертый мы можем сделать 2n вот таким вот образом то есть математика уже пошла и что мы видим второй и четвертый у нас стали желтого цвета вот эти конструкции мы очень часто применяем при верстке особенно когда верстаем различные сетки галерей далее если нам нужно определять четные и нечетные например нечетные нужно сделать одного цвета а четные другого для этого нам помогут значения even и odd even будут у нас желтые и odd будут у нас green то есть смотрим на страницы нечетные у нас становятся все зеленого цвета а четные у нас становятся желтого если я добавлю еще один шестой элемент он у нас следовательно желтым будет потому что он тоже четный вот так шесть вот она шестерочка наша так работает данный селектор в принципе по селекторам я закругляюсь потому что информации и так очень много новичкам нужно пересмотреть наверное это видео два раза и выписать себе в отдельный блокнот все селекторы чтобы закрепить обязательно выполняйте домашние задания которые привязаны к урокам у некоторых уроков есть домашние у некоторых нет там где они есть обязательно выполните не ленитесь именно так вы закрепите результат полученный в этом курсе и более того не забывайте про дополнительные материалы которые привязаны к каждому уроку у меня на этом все в этом уроке мы добили тему с селекторами и в следующем уроке мы начнем изучение типов значений css всем пока пока а и и и и и и Продолжение следует...